В начале десятых годов линейка выпускаемой продукции на заводе «Энерготехномаш» не отвечала требованиям потребителей. Чтобы исправить ситуацию, управляющему предприятиям пришлось провести большую работу, которая заняла 7 лет и продолжается до сих пор. Выйдя на новый уровень, завод начал продвижение продукции во все регионы страны. Из всего объема выпускаемой продукции в республике Бурятия продается 5%. 95% продукции идут в другие регионы. Получается, что наше предприятие можно назвать в некотором роде донором республики, поскольку мы привлекаем денежные средства из других регионов, и они остаются здесь, в республике. Локализация производства составляет 70-80%. Это означает, что покупных материалов и изделий примерно 20% от стоимости продукции. В свою очередь, остальная часть производства на заводе. Помимо прочего, в этом году весной был приобретен станок китайского производства. У нас стабильно работающее предприятие. Текучки кадров практически никакой нет. Люди работают минимально от трех лет, которые у нас на предприятии. То есть работа долгосрочная и стабильная. Уровень заработной платы абсолютно рыночный. К достоинствам также можно отнести и то, что предприятие находится в центре города. Есть своя столовая. Поддержку ощущаем. Недавно было повышение заработной платы у нас у всего коллектива, независимо от рабочей специальности. Также мы ощущаем поддержку в обучении персонала. Проходит постоянное повышение квалификации работников, обучение, тренинги. Также у нас есть своя местная столовая, в которой директор компенсирует нам обеды, то есть стоимость обедов. Помимо хорошей теплоприборовской базы, предприятие сохранило стендовое оборудование, разные методики производства, а также техпроцессы. Имеется хорошая основа в виде производственных помещений и большой запас электроэнергии. Сейчас проходит опрессовка приборов герметичных сальников и герметичных самого корпуса. Именно об этом писал в своей статье Алексей Циденов, говоря о том, что промышленность Бурятии имеет запас прочности. Ее текст вышел вчера в ведущих СМИ и информагентствах республики. В частности, в ней говорится. Промышленность Бурятии получила такой технологический импульс в своем развитии, что уже невозможно говорить, дескать, мы едем на багаже советского прошлого. Сейчас это современные, модернизированные предприятия 21 века, которые будут работать на благо Бурятии целые десятилетия. В стенах предприятия по-прежнему работают опытные и квалифицированные кадры. Есть даже сотрудники-пенсионеры, опыт которых бесценен. С каждым годом коллектив пополняют молодые и активные специалисты. Они по-новому смотрят на мир, тем самым вносят свежие идеи в предприятия. Андрей Слепнев, Егор Кокорин. Новости дня.